Глубоко уважаемый господин председатель Национального собрания Совета Словацкой Республики Андрей Данко, глубоко уважаемый господин председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, дорогие друзья, коллеги, студенты, преподаватели, наши словацкие гости, приехавшие на конференцию. Я рад вас всех приветствовать сегодня в нашем университете на конференции, которая посвящена важнейшему событию Второй мировой войны, 75-летию Словацкого национального восстания. Наша конференция организована совместно с российскими и словацкими учеными при поддержке МГИМО и Российского исторического общества, и Российского военно-исторического общества. Сразу скажу, что автором этой идеи проведения конференции в Москве, посвященной 75-летию, был, собственно, Андрей Данко, наш сегодняшний главный гость. Эту тему мы обсуждали с ним и в Словакии, и во время недавней встречи в Москве, и пришли к выводу, что недостаточно провести такого рода конференцию только в Словакии, и она прошла, и очень хорошо в Москве-Быстреце, но очень важно привлечь внимание и молодежи, и общественности к событиям 75-летней давности, которые проходили в Словакии, поскольку эти события стали очень ярким эпизодом нашей совместной борьбы с германским фашизмом. Логика появления сегодняшней конференции вообще очень глубокая. Целый ведь год ознаменован 75-летием освобождения Восточной и Центральной Европы от фашизма. Это освобождение, несомненно, не состоялось бы без исторического наступления Красной Армии, но оно было бы гораздо более тяжелым, трагичным, долгим, не будь партизанского и повстанческого движения народов Восточной Европы. В совместной борьбе против нацистской Германии не просто возревала современная национальная демократическая идентичность стран Европы, но и преодолевались, искупались кровью ошибки и преступления собственных правительств и элит, совершенные в предвоенный период и в начале Второй мировой войны. Словацкое национальное восстание – именно такой феномен. Относительно краткое по времени Словацкое восстание несло всем множество разнородных элементов, от подпольно-партизанской борьбы до военного мятежа, от традиционного гражданского неповиновения до глубоко продуманного планирования военных операций. Нарыв марионеточного режима ТИСО был настолько очевиден, что подавление восстания немцами хронологически перерастает в совместные действия советских и чехословатских сил на германском фронте. Кстати, знаю, что наши военные архивисты нашли новые материалы, и мы надеемся, что в ходе нашей конференции эти материалы будут переданы нашим словацким друзьям. Очевидно, что в публичном историческом дискурсе России и многих других европейских стран Словацкое национальное восстание не столь заметно, как целый ряд других событий, которые по-прежнему воодушевляют кинематографистов и писателей. Хотя хочу напомнить, особенно нам, людям постарше, что в 1986 году на наших экранах прошел прекрасный многосерийный телевизионный фильм, киноэпопеи, как тогда говорили, повстанческая история. И вообще было бы, на мой взгляд, сейчас очень своевременно повторить этот фильм на наших российских экранах и напомнить о тех событиях. Для Словакии 1944 года, для послевоенной Чехословакии в целом, восстание сыграло колоссальную роль. Оно перенастроило общественное сознание страны от покорности, обреченности, а иногда даже и коллаборационизма, в направлении самоуважения, разрыва с политикой ложно понимаемого нейтралитета. Собственно, для Словакии восстание стало дополнительной возможностью сохранить элементы идентичности в федерации. Когда же пришло время непростого развода, этими элементами пришлось воспользоваться. Именно поэтому, когда мы говорим о Словацком национальном восстании, мы понимаем его как один из исторических элементов в фундаменте современной Словацкой республики. Впрочем, я не буду сейчас предвосхищать своими суждениями на конференции выступления нашего главного гостя, инициатора конференции Андрея Данкова. Хочу только сказать, что мы, естественно, визит господина Данкова в наш университет хотим использовать и для того, чтобы выполнить давно уже принятые нашим академическим советом решение о присуждении Андрея Данка звания почетного доктора МГИМО. Но, предполагаем, эту церемонию провести немножечко позже, после выступления Вячеслава Викторовича Володина. Вячеслав Викторович Володин сегодня у нас не просто в гостях в качестве представителя Государственной Думы, хотя и это для нас гигантская честь. И, кстати говоря, выяснилось совершенно неожиданно для меня, что в институте первый раз сегодня, Вячеслав Викторович. Но, надеюсь, не последний. Но это для нас и удовольствие, и большая честь. Тем более, что мы с большим удовольствием работаем с Государственной Думой, выполняем поручения самого разного рода, и аналитические, готовим записки волонтеров, направляем на все крупнейшие мероприятия, на форумы, которые проводят так блестяще последние годы Государственные Думы международные. Но сегодня мы видим еще и Вячеслава Викторовича здесь, как человека, очень много делающего для развития российско-словацкого, межпарламентского взаимодействия. И, как я понимаю, и чувство, и очень близкого друга нашего гостя Андрея Данкова. Так что я вам с удовольствием передаю слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, Андрей, Анатолий Васильевич, уважаемые участники конференции, действительно так получилось, что я сегодня первый раз. И для меня очень приятно, что эта встреча проходит в аудитории, носящей имя Евгения Максимовича Примакова. Так же и сложилось, что несколько лет я был его первым заместителем. И приятно, когда приходишь впервые в ВУЗ, и встречи проходят в тех стенах, которые носят имя политика, государственного деятеля, патриота нашей страны, который многое сделал для того, для того, чтобы наша страна стала сильной. Впервые именно он внес огромный вклад в становление Министерства иностранных дел, которое стало работать эффективно в интересах нашего государства. И именно ему принадлежит не только идея, но и решение, которое в непростое время он принял. И его поступки легли в основу подхода, который дальше уже наша страна реализовывала, подчеркивая необходимость построения многополярного мира. Потому что вот эта однополярность, она привела к тяжелейшим последствиям, которые до сегодняшнего дня многие страны превратили в руины и Ирак, и Ливию. И вы знаете, что могло произойти с той же Сирией, если бы не наша страна, не наш президент Владимир Владимирович Путин, который сделал все для того, чтобы не допустить трагедии на сирийской земле. И эта трагедия, кстати, в первую очередь могла коснуться европейских государств, куда хлынули бы и беженцы, и террористы. А сегодня мы видим, что Сирия начинает строить мирную жизнь и делает все для того, чтобы как раз не допустить гуманитарной катастрофы, в первую очередь в европейских странах. Говоря о сегодняшней конференции, во-первых, хочу выразить слова признательности и благодарности моему другу Андрею Данко, молодому политику, притягиваю парламент европейской страны, которая для нас не просто страна на карте Совета Европы, не просто одна из 47 стран, входящих в Совет Европы. Нас многое объединяет. Говоря об этом, хочется сказать, что есть культура, которая объединяет, есть язык, есть религия, есть история. Это все факторы, которые позволяют нам лучше понимать друг друга, но в отношениях российского и словацкого народа есть большее. Об этом мы как раз будем сегодня говорить. Есть общая победа над фашизмом, над коричневой чумой, которая практически поглотила весь мир в середине прошлого столетия. И когда мы говорим о словацком восстании, это вклад словацкого народа в победу над фашизмом. В словацкой земле остались лежать 63 517 наших солдат и офицеров, наших дедов, прадедов для кого-то. Новое молодое поколение будущих дипломатов наверное таким образом также сопричастны к тому времени, потому что именно прадеды ваши, наши, деды сделали все для того, чтобы мир был защищен от геноцида, от уничтожения, от фашизма. И поэтому когда мы сегодня имеем возможность обсуждать эти вопросы с нашими коллегами, крайне важно сделать все для того, чтобы история была защищена. В той войне наша страна потеряла 27 миллионов человек, из которых 70 процентов проживали бы на территории Российской Федерации. Наши союзники также понесли потери. 850 тысяч человек погибших американцев, граждан Великобритании, мы объединились с ними для того, чтобы сделать все, чтобы мир, стоявший на грани пропасти, не поглотило коричневого чума, и чтобы граждане стран Европы были спасены от порабощения. Но сегодня историю пытаются переписать. Более того, мы сегодня видим, как в той же Польше стране, которая понесла большие потери от фашизма, берут и разрушают могилы наших дедов, разрушают памятники. Это недопустимо. И вот такой разговор с нашими коллегами из европейских стран крайне важен еще для того, чтобы мы с вами все сделали для того, чтобы защитить тех, кто сам себя защитить уже не может. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать. Мы с вами живем, потому что они пожертвовали собой. сегодня политики Европы могут себя реализовать, потому что наши солдаты и офицеры остались там лежать. И мы это должны понимать. И вы, те, кто в будущем будет представлять интересы нашей страны, работая в посольствах, министерствах, также должны знать это и нести по жизни не только уважение, но и делать все для того, чтобы эта память не померкла, а не живы, пока мы их помним. И когда об этом речь идет, конечно, для нас крайне важно, чтобы все европейские страны эту память чтили. Да, могут прийти правые, могут прийти левые во власть, демократы, консерваторы, могут быть разные убеждения, но мы все должны осознать, что если бы не победа в той войне, то не было бы ни правых и ни левых, а были концлагеря и уничтоженные нации и народы. И поэтому, когда наш коллега Андрей Данко инициировал этот разговор и предложил тему конференции, можно только поблагодарить его за это, потому что у нас есть наши коллеги, которые являются политиками, но, скорее всего, они не представляют свои народы, потому что ни один народ не заинтересован в том, чтобы перечеркивать память о тех, благодаря кому они сегодня живут. И поэтому для нас тема словацкого восстания больше, чем разговор просто о восстании. Это разговор о подвиге людей, которые боролись с фашизмом. Это разговор о подвиге народа, который восстал против того геноцида, который в Европе практически поглотил все страны. И это разговор наших коллег, проживающих в центре Европы, где многие страны это забыли. Поэтому, Андрей, еще раз хочу сказать славу благодарности, потому что вы мужественный человек, вы отличаетесь от многих наших коллег, которые не только плывут по течению, но и предали память о своих же дедах, о своем прошлом, потому что 3 миллиона погибло больше евреев от геноцида, около 3 миллионов погибших поляков, более 600 тысяч наших солдат и офицеров погибло, освобождая Польшу. Но то, что мы видим в Польше, недостойно сегодня не того, что мы можем назвать цивилизацией, и недостойно того, чтобы говорить об этом, потому что еще раз хочу подчеркнуть надругательство над могилами солдат, которые погибли ради того, чтобы страна жила, и ради того, чтобы рождались дети, говорит о глубоком кризисе, кризисе в первую очередь в умах политиков, и конечно нам важно, чтобы этот разговор имел свои последствия, потому что с другими парламентами мы обращаемся в том числе и к руководству Польши, и к другим странам, подчеркивая, что такое недопустимо. Уважаемые коллеги, думаю, что разговор, который состоится, будет для всех полезен, потому что многие мы с вами знаем о словацком восстании лишь из литературы, книг по истории. Насколько я знаю, сегодня новые материалы озвучивают представители военно-исторического общества. Конечно, нам важно услышать мнение и словацкой стороны, потому что они представляют ту страну, где состоялось это восстание, и, конечно, они знают об этом больше, но, несомненно, одно. Восстание в Словакии приблизило победу. Восстание в Словакии сберегло большое количество наших солдат и офицеров. И ценой своей жизни граждане Словакии сделали все для того, чтобы как можно быстрее пришла победа в Европу. да, восстание было подавлено, да, его руководители были расстреляны, часть восставших ушла в горы, дальше уже как партизанские соединения многое делали для того, чтобы помогать нашим частям продвигаться на Запад, но мы должны сделать с вами выводы и еще раз подчеркнуть роль дружбы между славянскими народами, важность наших отношений. Говоря о прошлом, правильно было бы сказать и о сегодняшнем дне, отношения наши строятся на принципах дружбы, взаимности, отсутствие двойных стандартов, не вмешательство в дела суверенных государств. Это базовые принципы внешней политики, которые проводит наша страна. И, конечно, нам крайне важно, чтобы наши коллеги, партнеры из европейских стран не только это слышали, но и со своей стороны делали все, чтобы такие же стандарты реализовывались. Вот, собственно, то вступительное слово, о котором говорил Анатолий Васильевич, я постарался вам высказать откровенно свою точку зрения, позицию. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодняшний разговор, он будет вам в том числе профессионально, возможно, полезен, потому что будущая ваша работа сопряжена с международными отношениями. Говоря об этом, есть измерение парламентское в области международных отношений, на самом деле очень большое, и от него многое зависит. Насколько понимают друг друга народы, насколько продвигаются отношения на уровне политиков, представляющих своих избирателей, нам с нашими коллегами в Словакии повезло. Несмотря на то, что много партий, но все-таки руководство парламента как раз ориентируется на такой диалог, на разговор, потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Будем исходить из того, что наш диалог многоформатен, и сегодня реализуется один из его векторов, это разговор о нашей истории и нашей общей победе. Спасибо. Огромное спасибо за очень глубокое выступление, затронувшее много проблем, конечно же, которое подвело нас к теме уже сегодняшней конференции и сегодняшнего действия. Я должен сказать, что словацкие руководители и выпускники, словацкие студенты, это часть жизни современного МГИМО. Я знаю, какое внимание вы, господин Данко, уделяете отношениям с Россией, знаю, сколько наших общих знакомых, друзей, вышедших из стен МГИМО, работают сегодня на благо Словакии и на укрепление наших двусторонних отношений. Поэтому, как я уже и сказал, ученый совет единогласно принял решение о присуждении вам степени почетного доктора за вклад в укрепление мира, международного сотрудничества и дружеских связей, отношений между народами, в том числе, естественно, между народами России и Словакии. Позволю себе от имени ученого совета вручить вам диплом почетного доктора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас передаю слово. Конечно. Доллар. Да? Неудобно? Жарко? А может, нет? А, нужно. Кидаю долар. Да. Это... Пока Сен-Данк идет к трибуне, я должен сказать, что почетный доктор МГИМО имеет очень много прав, получив это звание. Ну, во-первых, можно работать в нашей библиотеке. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесплатно питаться в нашей столовой. Ну, а все остальные я пока перечислять не буду. И интернет. Да. Пожалуйста. Господин Володин, милый мой друг, господин Торкунов, депутаты парламента, мои друзья, господин Мичев, у нас директор Словацкого национального стены, нашего музея. Извините, я не думал, что у меня будет докторат в 45 лет. Потому у меня есть большой респект, когда я буду официально говорить, я буду по-словацки, потому что я от 92-го года никогда не думал, когда сделал экзамен из русского языка, что я еще буду иметь возможность говорить в Российской Федерации или встретить таких хороших людей, как встретил в Москве. Господин Володином мы виделись первый раз в Корее. Теперь, после 4 лет, возможно сказать, что у меня большая честь, что у нас хорошие отношения между Думой. Я уже говорил в несколько парламентах. Первый был русская Дума, потом в Сербской и в Чехии, но сегодня это тяжело для меня, потому что я вижу молодых людей, у которых есть идеи. Я знаю, что вы здесь, из разных стран. Но я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо русскому народу и Росской Федерации за то, что все сделают для мира. Я это видел тоже в Страсбурге, когда мы там были. Я это видел в Казахстане, в Корее. Я всегда говорю, когда не будет России, не будет мира. И я здесь хочу сказать большое спасибо для наших отношений и за то, что вы для мира делаете. Я знаю тоже, что господин Лавров встретился с вашим президентом, но то, что между вашей Думой и Словацким парламентом, это я скажу, это красиво, потому что мы друзья и сделаем все для хороших отношений мира. Еще раз, для меня это большая честь. У меня есть большой респект. А я хочу вам сказать, господин Таркунов и мой друг Володин, что я буду более работать для хороших отношений между Словакией и Росской Федерацией. Еще раз спасибо вам. Извините, я только три года теперь говорю по-русски, но когда возможно я буду говорить по словакскому языку официально об теме сегодняшней конференции о словакском национальном восстании. Так как сказал здесь специалиста из Словакии господин Митчев, хороший человек, который много сделал для наших отношений и для истории, я думаю, что будет интересно, когда будет потом говорить и он. Еще раз, уважаемые гости, уважаемый Московский университет международных отношений, дорогие ветераны Словакского национального восстания. Передайте моей матери, я, Штефан Криштоф из Желозника. Это были последние слова моего земляка из Гемера, 18-летнего партизана из бригады Белика. Немецкие фашисты зверски мучили его и казнили в январе 45-го года. Заветы Штефа Криштофа, профессора Владислава Сары со станции свободного вещания из Банской Бистрицы, Янка Валаха из бронепоезда Гурбан или 12-летней Эленки Махачевой из сожженного села Младанево живы и по сей день. Особенно сегодня, в наше циничное время, когда мы перестаем уважать друг друга и забываем об истинной ценности человека. Все они погибли в боях за лучшую жизнь, вечная им память. Словацкое национальное восстание – это личные истории тысяч мужчин и женщин, которые для нас отвоевали мирную жизнь. Они доказали всему миру, что Словаки достойны того, чтобы войти в семью свободных и справедливых народов. СНП после восстания сербов и черногорцев было вторым крупнейшим вооруженным восстанием малого народа против нацистской Германии во время Второй мировой войны. Подготовка к восстанию сопровождалась большим количеством задач, которые нужно было решить организаторам. В первую очередь, было необходимо объединить политических представителей, которые не согласны были с людатским режимом Первой Словацкой Республики. И в этом усилии большую роль сыграли две политические группы. С одной стороны, Аграрная партия и Словацкая национальная партия, с другой – Коммунистическая партия Словакии. Почти два года они вели политические дискуссии, потом договорились и решили закрепить это в Рождественском соглашении в декабре 1943 года. Это важный документ воскресил Словацкий национальный совет. Его главными представителями были Гусак, Шмидтки, Новомески, Урсини, Летрих и Йоско. Рождественское соглашение решило вопрос послевоенного государственного устройства. Словацкая демократическая оппозиция придерживалась той точки зрения, что необходимо совместное государство с чешским народом, которое должно возродиться, основываясь на принципах равного с равным. Рождественское соглашение содержало и пункт о тесном сотрудничестве словацкого народа со всеми славянскими народами и государствами, в том числе с Советским Союзом, в котором Словакии видели гаранта свободной жизни славянских народов. После поколения штуровцев революционных годов 1848-1949 эта мысль о славянской взаимности стала официальной политической программой словацких политиков во время Второй мировой войны. Это говорит о том, что словаки склоняются на сторону русского народа как основной силе славянского мира. Чтобы вооруженное выступление против людатского режима было успешным, необходимо было склонить на свою сторону словацкую армию, и здесь большую роль сыграли солдаты, которые возвращались с Восточного фронта. Они собственными глазами видели преступления нацистов и варварское обращение с гражданским населением Белоруссии, Украины, России. Активная борьба советских граждан, их мужество и героизм усиливали сопротивление словацких солдат против Германии. Словаки добровольно переходили воевать на сторону Советов, и одним из примеров является переход 2000 словацких солдат и офицеров около Мелитополя осенью 43-го года. Эти солдаты формировали основу чешно-словацкого военного корпуса в Советском Союзе. Антифашистские настроения, симпатии к Советскому Союзу и сопротивление Германии переносились и в военные части, находившиеся в Словакии. Страдания советского народа укрепляли убеждения словаков, что фашизм нужно как можно быстрее уничтожить. В подготовке по восстанию свою роль сыграла и политическая силы за рубежом. Одной из главных задач Словацкого национального восстания было ускорение падения нацистского режима и открытие нашей территории для продвижения Красной Армии. И здесь большое вмешалось в организацию восстания разведывательной сечи Словацкого правительства за рубежом в Лондоне, которая в большей степени отстаивала интересы чешского капитала и британской короны, чем интересы Словацкого народа. На этом месте мы должны сказать о том, что Советский Союз прагматично и осторожно отнесся к этому вопросу и увидела разведывательную игру англичан, разглядела. И Советы координировали с Словаками подготовку восстания прямо на территории Словакии через свои местные разведывательные подразделения. Попытки Бенеша получить после войны всю власть опять в свои руки осложняло отношения между Чехословатской республикой и Советским Союзом. Во время Словацкого национального восстания очень большую роль играло доверие Красной Армии. Везде звучал призыв «Сражаться, терпеть, скоро придет Красная Армия». Уже 2 сентября 1944 года делегация Словацкого национального совета в Москве узнала, что Советский Союз немедленно готов поддержать восставших. И боевое выступление Словаков вызвало большой отклик у русского народа и особенно у тех солдат Красной Армии, которые сражались недалеко от наших границ. В те годы призывом повстанцев было «Мы должны задержать немцев и мы их задержим». На аэродроме Тридуба в сентябре 1944 года приземлился офицер связи маршала Конева майор Студенский, которого командующий восстанием генерал Голиан разместил прямо при своем штабе. Во время первых недель восстания Красная Армия перебросила сюда сотни единиц вооружения и множество боеприпасов. Каждый, кто жил тогда на этой территории, где проходило восстание, помнит, как гул советских самолетов, несущих помощь, увеличивал в их душах надежду. Он помогал преодолеть депрессию у тех, кто мало верил в успех и символизировал, что мы не одни, что у нас есть сильный и верный товарищ. Московское радио на словацком языке ежедневно ободряло словацких воинов и говорило о приближающейся помощи. Все это придавало силу и веру, помогало сдерживать немецкий напор. По планам генерала СС Бергера, словацкое восстание должно было быть подавлено через четыре дня. Словацкий народ выдержал намного, намного дольше. Симпатии простых советских людей к нашей борьбе выразил и прекрасный русский журналист Илья Иренбург в газете «Красная звезда» 6 сентября 1944 года в статье «Сестра Словакия». Он писал, в конце августа Словакия встала, регулярные словацкие части перешли на сторону партизан. Была образована Словацкая национальная совет. У немцев авиация, танки, самоходные орудия. Но Словакия держится, что позволяет вчерашним землепашцам, учителям, шахтерам, пастухам отбивать атаки моторизованных дивизий. Мужество, верность и свет с Востока. На войне много превратностей и нелегко дается победа. Но Словакия знает, Россия идет и Россия придет. Помощь приходила с Северо-Востока. 8 сентября 1944 года, 38-я армия генерала Москаленко и Чехословацкий армейский корпус в Советском Союзе генерала Свободы начали карпатско-дуклинскую операцию. Повстанцы думали, что от соединения с Красной армией их отделяют несколько дней. Но, к сожалению, ситуация развивалась иначе, чем ожидалось. Немцы отчаянно сопротивлялись, и движение в сторону Словакии значительно замедлилось. Только благодаря мужеству и самопожертвованию советских воинов, обессиленный, поредевший Чехословацкий армейский корпус 6 октября 1944 года достиг Дуклинского перевала и нашей государственной границы. Цена, которую солдаты заплатили, была высока. 85 тысяч погибших и раненых красноармейцев, 6,5 тысяч погибших и раненых словаков и чехов. Немецкую оборону окончательно удалось проломить 25 ноября, когда Красная армия переместилась в город Гумене. В тылу неприятеля в Восточной Словакии активно действовали партизанские группы. Среди них наиболее активна группа Чапаев и его подразделение подполковника Шукаева, подполковника Карасева Степанова, подполковника Прокопюка, капитана Квитинского. В этих партизанских отрядах присутствовали и тысячи солдат, и офицеров Восточнославацких дивизий Словакской армии, которые сразу после восстания были распущены. В Словацких горах сражались бок о бок славянские и русские партизаны, русские, украинцы, белорусы сражались в бригадах Величкова, Жингарова, Егорова, Беликова, Калинова, Валянского. Неправильно пример Словацкого национального восстания показывает нам, как маленький и большой славянский народ могут объединиться в борьбе против зла, как закрепляет нашу дружбу между людьми и между народами конкретные поступки. Мы живем не в идеальном мире, поэтому мы не можем идеализировать наши события и историю Словацкого национального восстания. Мы можем сделать так, чтобы завет словацких и русских жертв Словацкого национального восстания жил и сейчас. Герои, которые пали за нашу свободу, хотели бы, чтобы наши народы жили в мире и согласии. Польте еще в заключении сказать пару слов в отношении об этом престижном университете и обратиться к вам, молодым людям. Я говорил о том, что я никогда не думал, что когда-нибудь буду политиком. Я изучал право, и еще несколько лет назад я даже не мечтал, что буду председателем парламента. В 2016 году мне удалось встать, и я говорил, что я встретил просто прекрасных людей здесь, среди политиков Российской Федерации. Люди, которые для меня, как для начинающего политика, оказали большую поддержку. Я знаю, что вы здесь представители разных стран. Я желаю вам, чтобы ваши отношения углублялись, чтобы вы создавали такие дружеские отношения, как это удалось сделать нам с господином Володиным. Потому что наша жизнь не черно-белая, потому что в молодости у вас есть возможность завязывать отношения, которые в будущем для вас, как дипломатов, помогут предотвратить какие-то военные конфликты даже. Потому что в этом прекрасном здании здесь наше будущее. Может быть, вы даже не отдаете себе отчет, и будет очень скоро, что вы станете активными лидерами теми, кто будет ответственен за мир. И я желаю вам, чтобы вам удалось свою мечту воплотить, и стать дипломатом, и реализовать политическую власть. Но я хочу сказать о том, что политическая власть – это огромная ответственность. И никогда не забывайте при этом, не забывайте, продолжайте оставаться людьми, человеком с сердцем, человеком, для которого дружба, мир – это самое важное в жизни. Я узнал здесь, в России, познакомился с прекрасными людьми. У меня здесь было огромное количество встреч на Западе. Я встречался со всеми председателями всех парламентов словацких. У меня много друзей в Германии, во Франции, но я должен сказать и всегда буду говорить всю свою жизнь, что политики из России имеют сердце. И так, как я сказал, без сильной России мир невозможен. Я благодарю Российскую Федерацию, этот прекрасный университет, и всех людей, с которыми я встретился в России. Это для меня огромная честь. Спасибо большое. Уважаемый Анатолий Васильевич, я все-таки хочу подчеркнуть, чтобы и наши коллеги, и ребята, вы знали, мы страна, которой Евросоюз объявил санкции, политики, которые попали в санкционный список. Нам запрещен въезд в страны Евросоюза, не только в страны Евросоюза. И когда мы видим лидера парламента страны Евросоюза, страны НАТО, которые не только заявляют свою позицию, но и делают все для того, чтобы наши отношения крепли, это очень важно. Но и мы должны себе отдавать отчет, что такие поступки могут совершать только люди сильные, любящие свою страну, потому что они работают в интересах своей страны. Так и должно быть. Но они видят ее будущее в дружбе с нами, с нашей страной. И таких политиков становится все больше в Европе. А что касается Андрея Данка, он вот такие слова сказал в самое, наверное, сложное время, когда не было большого количества политиков, не было малого. Он из лидеров парламентов стран, которые входят в Советы Европы, первым сказал о необходимости выстраивать отношения с нашей страной, последовательно отстаивает необходимость вот этих отношений, причем руководствуется стандартами, которые, мы считаем, являются самыми правильными, отсутствие двойных стандартов и принципа уважения страны, с которой выстраиваются отношения, не вмешательство в ее суверенные дела, в дела суверенного государства. Ну и что самое главное, когда мы говорим о двойных стандартах, мы об этом вот недавно говорили в Страсбурге, мы должны понимать, что у каждой страны есть свои традиции, есть своя культура, есть своя история. И необходимо делать на это поправку, потому что нельзя под одно лекало всех брать и выстраивать. То, чего, собственно, не понимают некоторые страны, и против чего мы выступаем и не можем с этим согласиться, потому что мы многоконфессиональная страна, мы страна, у которой федеративное устройство, мы страна, где проживает огромное количество народов, мы считаем, что необходимо это учитывать. И вот в наших отношениях Андрей Данко это не просто учитывает, он максимально толерантен, что, собственно, и мы делаем, выстраивая отношения со Словакией. Но еще раз хочу сказать, что Словакия для нас близкая страна. Мы, народы, у которых общая культура, религия, история, вера, и нас сближает победа в войне, где свой вклад внесли Словакия, подняв восстание, словацкие партизаны, и сегодня об этом идет речь. Вам, как будущим дипломатам, вот это крайне важно знать, потому что, знаете, жизнь по-разному может сложиться. Сегодня мы только вот с Анатолием Васильевичем вспоминали посола России в Словакии, Сергей Истрыжевский, советник посольства, Сергей Приходько, советник посольства, Алексей Громов. Сергея Истрыжевского, возможно, вы знаете, в прошлом и помощник президента, пресс-секретарь президента Приходько, и вице-премьер у культа аппарата, и помощник президента Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации сегодняшней. Вот, смотрите, какая плеяда политиков, российских политиков прошла свой путь, работая в посольстве в Словакии. Поэтому надеюсь, что у вас все сложится, но в одном, вот, считаю, правильно было бы еще раз согласиться, поддержать моего друга Андрея Данг, любовь к своей стране, отставив у него интересов, должно лежать в основе всей вашей будущей деятельности и карьеры. Спасибо за то, что нашли возможность прийти и поучаствовать в конференции. Спасибо большое, Владислав Викторович. Ну, как я обещал вначале, я хотел бы сейчас предоставить слово научному руководителю военно-исторического общества, директору научному, профессору Мико Михайловичу, профессору нашего университета одновременно, для того, чтобы... Ну, он сам скажет, для чего. Аплодисменты. Я хотел бы сказать, что на мне лежит миссия почетная, передать эти документы вам. Эта миссия была поручена мне председателем Российского военно-исторического общества, министром культуры Российской Федерации Владимиром Сталовичем Единским и Анатолием Васильевичем Таркуновым, ректором этого архива, этого института. Я хотел бы сказать о том, что... Зачитать буквально несколько слов, которые присутствуют в политдонесении 22 октября 1944 года доктором немецом, ну, главным делегатом словацкого правительства на освобожденной территории Словакии. Он говорил так, что победы, одержанные Россией в этой войне, подвиги Красной Армии, ее жертвы, превышают все, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлерской коалиции. У словацкого народа есть пословица «Вместе в бою, вместе в миру». Я думаю, что выражу мнение своего и нашего правительства, и всего нашего Родины, если официально скажу вам, что извечное братство наших народов, скрепленное кровью, в этой Великой войне должно сохраниться на вечные времена. Это слова словацкого представителя. И здесь также говорилось о том, в этом политдонесении, что словацкая армия, восточно-словацкие корпуса, значительно окрепле улучшилось руководство армии. А политические настроения повстанцев и партизан, подавляющие большинства, хорошее, боевой дух высокий. И солдаты с горячим желанием ждут прихода Красной Армии. Я хотел сказать, что вот этот исторический экскурс, с которым вы познакомитесь, безусловно, свидетельствует о том, что между нашими странами, Словакией и Россией, сегодня существует богатый исторический опыт. Мы были вместе в самые-самые трудные времена. И сегодня наше молодое поколение, которое готовится стать дипломатами, безусловно, должно знать историю. Должно знать о том, как мы вместе воевали, как добывали вместе мы нашу общую победу. И сегодня отношение именно между молодежью, мне кажется, является самым главным. Позвольте вам, господин Данко, вручить эти документы Центрального архива Министерства обороны. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы. Вот у нас, всегда предусмотрена была возможность задать несколько вопросов за аудиторией. Докого? Три, да? Вопросы. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, друзья, у нас есть возможность задать несколько вопросов, если готовы. Вот я вижу одну руку. Давайте, микрофон у вас есть. Добрый день, меня зовут Покровская Мария, первый курс факультета международных отношений. У меня есть предложение. Присутствующие спикеры могли бы выступить под тронами встречи ветеранов словацкого восстания и российских ветеранов, которые освобождали Чехословакию. Да, ну, хорошая идея. Спасибо. Нет, ну, сама идея и предложение правильные. Я думаю, что мы подумаем над ее реализацией. Действительно, Анатолий Васильевич прав. У нас с вами время идет, и все меньше и меньше остается тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. 75 лет на будущий год будет победе. Представьте себе, сколько самому молодому участнику Великой Отечественной войны. Правильно? Но мы подумаем и изучим ваше предложение для того, чтобы его реализовать. Возможно, у нас получится не только собрать тех, кто участвовал в освобождении Словакии, но и поговорить с их детьми, внуками. Это также важно. Вот брату моего папы было 16, когда он погиб под Сталинградом. 16. Моему дедушке было 25, когда он погиб под Тиховин. У бабушки не вернулись два родных братца войны, они погибли. У нас война прошла через каждую семью. Поэтому, если мы с вами возьмем и попробуем найти те семьи, у кого близкие участвовали в освобождении Словакии, это будет, возможно, даже вдвойне важнее, потому что мы память об их близких, дедушках, прадедушках еще раз постараемся восстановить и сказать им слова признательности, благодарности. Потому что тяжело было семьям, куда не вернулся отец, тяжело было женам, которым не вернулся муж. Поэтому этот разговор не только правильный, но и он будет справедлив по отношению к тем, кто потерял своих близких. Тем более мы этот разговор будем вести в том числе с учетом фактора восстания, ведь восстание унесло тысячи жизней словацких граждан. Поэтому давайте действительно продумаем, Анатолий Васильевич, предложение само по себе очень правильное. Более того, нам можно было бы подумать и не останавливаться только на таком партнерстве в этом вопросе, на решении, где мы вместе с моим коллегой Данко будем вашу инициативу реализовать, а это, в общем-то, ваша инициатива. Мы обсуждали этот вопрос к насадам Израиля, и есть его поддержка, более того, решения, которые мы принимали синхронно в защиту как раз всех, кто остался лежать в разных странах европейских государств. И поэтому мы подумаем, кто бы мог быть еще с нами. И в рамках этого диалога мы, может быть, сделаем многое для того, чтобы память была увековечена и в отношении тех, кто сегодня лежит в земле Польши, о чем мы постоянно говорим, где разрушаются памятники, надгробия. И, может быть, разум придет в голову политиков, которые сегодня допускают это, потому что с ними будут говорить их коллеги уже государств, входящих в Совет Европы. Поэтому ваша инициатива, она куда больше, чем инициатива, просто вот в разговоре именно по отношению к той теме, которая нас здесь объединила, к теме словацкого восстания и увековечения памяти тех, кто погиб в Салакии. Мы постараемся сделать все для того, чтобы эта память была жива и в отношении тех, кто в других странах погиб, и кого стали забывать, и более того, стали вести себя неподобающим образом. Спасибо. Поэтому, Анатолий Васильевич, наоборот, мы единственное, ваши координаты давайте возьмем с тем, чтобы вас не забыли. Каша Покровская, Мария, первый курс факультета международного. Просто у нас же большая работа ведется и международная, тем более, если мы будем реализовывать вашу инициативу, будет правильно, чтобы вы приняли в ней участие. Это будет очень хорошо. Александр Ильич, если парламент поддержит такого рода идеи, на мой взгляд, она совершенно замечательная. Это встреча наследников тех, кто погиб. Освобождая Словакию и участвуя в Словацком восстании, либо это семьи, дети, внуки, а пошире. Вот у нас здесь руководители двух исторических обществ. Они поддерживают нас, я думаю. Константин Могилевский, Михаил Левков, я тоже сопредседатель Российского исторического общества. Давайте мы подумаем вместе, это хорошая идея. Идея вашей студентки. Поддержим, поддержим. Но мы тогда шире посмотрим этот вопрос. И правильно будет нам пригласить к этому разговору наших коллег из парламента в других европейских стран. И мы проведем встречу и участников, кто сегодня остался в живых, и их внуков, детей, семьи, родителей. Извини, господин. Здесь тоже директор, как я говорил, директор Словацкого национального музея и Словацкого национального восстания. У него есть много контактов и информации, когда возможно поговорите об этой теме. Андрей, мы, если не будете возражать, обратимся с вами вместе. Да, спасибо. Мы согласны. Пригласим еще к этому руководителя Кнессада Израиля, учитывая, что с ним уже эту работу ведем, с тем, чтобы обратиться к председателям парламентов других европейских стран, для того, чтобы вот такая встреча стоялась с участием граждан разных стран и граждан не только России, но и Белоруссии, Украины, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Армении. Но к 75-летию победы это было бы очень замечательно. Мы не будем это приурачивать к памятным датам. У нас в его случае 65 лет. Сделаем все в ближайшее время для того, чтобы такая встреча стоялась, тем более граждане многих национальностей участвовали в этой войне, и многие погибли. Поэтому давайте мы это сделаем. Это будет правильным во всех отношениях и, в первую очередь, правильным по отношению к тем, кто не пришел с войны. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы еще, ребята? Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Бородки Андрей, студент 2-го курса факультета управления политики. У меня вопрос к нашему уважаемому гостю, господину Данко. Скажите, каковы, на ваш взгляд, самые перспективные сферы экономического сотрудничества между нашими странами? Спасибо. Извините, когда, возможно, я буду говорить по-словацки, да? Я позволю сказать себе, что Словакия и Российская Федерация большие перспективы имеют в сотрудничестве. Как раз в 15.30 я буду встречаться с господином Мантуровым, которого я считаю тоже большим другом Словакии. Я очень горд этим. На прошлой неделе я встречался с ним в Будапеште. В личной встрече у нас была по случаю приезда господина Путина в Будапешт. Я думаю, что мы сделали, благодаря Володину, мы сделали очень много для развития нашего экономического сотрудничества. Несколько месяцев назад мы привозили сюда делегацию словацких бизнесменов, которые представляли все налоговые, инвестиционные возможности, предлагали. Мы видели различные парки, где можно развивать, например, в логистическом центре «Москвича». Там у нас компания «Хирана», контракты и какие-то отношения в машиностроении, в отношении прямого экспорта. Вот здесь множество нашей продукции. Словакия – самый большой производитель автомобилей в мире. Я думаю, что у нас есть еще возможность развивать и другие. И господин Мантуров поддерживал наши отношения. Я бы хотела удивиться, как Россия хорошо развивает свой экспорт в отношении Африки. Сейчас Российская Федерация снова обращает свои взоры на африканский рынок и держит отношения с Китаем, с Европейским Союзом. Я всегда говорил, что для экономики важно. Россия очень важной державой. И что касается позиции США в отношении компьютерных технологий, онлайн, интернет-технологий, есть у нас что развивать. Так как я сказал, каждый мой визит в Москву, я всегда стараюсь улучшать наши отношения. Я в области экономики благодарю за эту возможность. Уважаемые коллеги, я хочу дополнить, учитывая, что речь шла об отношениях между нашими странами. Понятно, что отношения во многом развиваются благодаря тому, что председатель парламента инициирует шаги по выстраиванию отношений. И это сказывается в том числе на развитии и внешнеэкономических связей. Но мы должны с вами понимать, что Евросоюз, куда входит Словакия, принял санкции. И наши отношения во многом из-за этого страдают, если говорить о товарообороте. Но эти решения, они должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности. И вы знаете, что в 2015-м году, в 2016-м наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация. В 2017-м году мы стали выходить из этой ситуации. И на протяжении вот уже двух лет экономика стала расти. За это время страна переориентировалась и новые рынки сформировала для себя. Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами. И страдают очень сильно. Потери стран Евросоюза составляют порядка 100 миллиардов долларов. Что касается России, мы вышли полностью на импортозамещение в области военно-промышленного комплекса. Мы справились с этой задачей. У нас сегодня импортозамещение составляет 95% в области нефтегазовой сферы. И если говорить о сельском хозяйстве, практически также достигнуто импортозамещение во всех сегментах. Более того, рост сельского хозяйства на протяжении всего времени, как только санкции были объявлены, составляет выше среднемировых темпов роста экономики. То есть выше 3%. Как пример, мы говорили про ту же Польшу. Польша была ключевым поставщиком по плодам, ягодам. Сегодня Польша от этого страдает. Пытается организовать импорт своей продукции через Белоруссию, какие-то другие, третьи страны. Но, как вы понимаете, мы не стоим на месте. С одной стороны, делаем все для того, чтобы выращивать свою продукцию и принимаем соответствующие законы для развития этих отраслей. А с другой стороны, выстраиваем отношения с другими странами. И когда мы говорим о других странах, у нас товарооборот растет очень серьезно с другими государствами. Понятно, что все то, что в свое время инициировали Соединенные Штаты Америки, больше ударило по тем странам, которые были во многом зависимы, в том числе и от наших отношений. А это страны Евросоюза. И в этой связи хочется особо подчеркнуть, что мы пошли даже на те решения, которые вряд ли когда-то приняли, потому что об этом даже не задумывались. Мы буквально за прошедший год приняли законодательство и реализовали его. Речь идет о создании национальной платежной системы. Мы раньше считали, что платежная система виза, мастер-карта – это достижение всего мирового сообщества, это то, чем мы можем пользоваться. Оказывается, нет. Это в том числе и элемент политического давления. И как только увидели это, сделали все для того, чтобы была создана своя национальная платежная система. Таким образом защитили граждан нашей страны. Это как пример вот это решение и другие многие решения были приняты, исходя из ситуации именно в области санкционной политики. Но сейчас торговые войны развязаны не только по отношению России, но и Китая, Турции, Ирана, Северной Кореи, Куба, Венесуэла. Но если вы более внимательно посмотрите ситуацию в Ираке или Сирии, вы увидите, что Соединенные Штаты Америки это делают не бескорыстно, а там, где есть у них интересы, охрана нефтяных месторождений, попытка завладеть ресурсами той же Венесуэлы. Вот недавно был у меня в гостях мой коллега, председатель парламента, до этого вице-президент приезжал к нам, и как раз они рассказывали о той ситуации, как у них это все сложилось. Но в этой непростой обстановке они выстояли, и народ совершенно четко осознает, что претензии США к Венесуэле в первую очередь находятся в плоскости экономической для того, чтобы завладеть ими огромными ресурсами, и нефтью, и редкими земельными металлами. И поэтому вот в этой непростой ситуации мы подчеркиваем всегда одно, давайте дорожить с теми решениями, которые до нас выработали правительство стран, наши предшественники, давайте подчеркивать определяющую роль организации объединенных наций, нам необходимо поддерживать международные институты, нам необходимо руководствоваться международными соглашениями, и здесь вот этот разговор как раз будет уместен, потому что вы должны делать все в будущей своей деятельностью для того, чтобы мы с вами следовали этим договоренностям, этим соглашениям. От этого зависит мир на планете, потому что особенно вопросы, связанные с глобальной безопасностью, это кропотливый труд, работа стран, которые проводили на протяжении десятилетий и вышли на подписание этих соглашений. Сегодня это все стало трещать, входить в состояние турбуленции, и это не может нас не волновать, поэтому отношения между нашими странами во многом тоже подвержены и санкционной политикой, и собственно тем, что Словакия страна НАТО. Но если вы видите, есть пример Польши, которая тоже страна и Евросоюза, и страна НАТО, но она себя сама загоняет все дальше и дальше в угол и фактически ставит в состоянии сгоя, потому что понятно, что ее отношение, в том числе к нашей исторической памяти, к нашим могилам мы не можем ей простить, поэтому вот здесь такой фактор, он может вообще играть определяющую роль в выстраивании отношений. А когда речь идет уже об экономике, ну это отношение, как правило, на принципы взаимовыгодности и на принципах интересов. Это, в общем-то, вопрос торговли интерес на стране, страна строит отношения. Вот сейчас, когда мы говорим о поставке энергоресурсов в Европу, понятно, что Европе интересно получать наши энергоресурсы. И газ, и нефть, и другие ресурсы, потому что они более дешевые, чем американские. Американцы начинают давить на них для того, чтобы продавливать свои более дорогие ресурсы, там тоже сланцевый газ и многое другое. Поэтому вот этот разговор, он тоже должен быть предельно открыт, понятен и, собственно, у вас не должно складываться иллюзий. Да, не просто все в нашем мире, но только сильная страна, обладающая суверенитетом, может отстоять права своих граждан и может конкурировать. Утрата суверенитета несет большие проблемы. Многие страны суверенитет утеряли. Вот из этого исходите. Поэтому нам суверенитет крайне важно не только сохранять, но и защищать. Я должен доложить Думу руководителям парламента, что академическое и университетское сообщество оказалось гораздо более прагматичным и рассудительным, чем политики, поскольку наше сотрудничество межуниверситетское активно развивается. Я уже не говорю о нашем традиционном сотрудничестве со Словакией, где у нас три братских университета, где учатся сейчас 36 словацких выпускников. А каждый год, сейчас это будет 31 числа, собираются словацкие выпускники на свою традиционную встречу, больше 100 человек. И демонстрируют свою солидарность с нашим университетом и готовность сотрудничать дальше. Но и в целом академическое сообщество думает о будущем. Это очень важно. Думает о том, что надо подготовить новое поколение людей, которые будут жить не во вражде и отсутствии взаимовнимания, а будут готовы сотрудничать. То, что у нас сегодня присутствует первый заместитель министра образования и науки, академик Трубников, это свидетельство того, что и в отношении Словакии у нас есть большие и интересные планы, связанные с развитием этого сотрудничества. Все это я просто хотел сказать, чтобы руководители наши уважаемые понимали, что мы стараемся делать все возможное для того, чтобы сотрудничество по этой линии, молодежной и университетской, продолжалось. Мы тоже стараемся все делать. Но политика всегда сложнее. Нет, кстати, скажу вам по-разному. Вот недавно посетил Страсбург, и когда разговаривал с председателем ПАСЭ, пришел к выводу, что разные могут быть приоритеты в работе, и разные проблемы могут беспокоить моих коллег из ПАСЭ. Мы начали разговор, и в рамках этого разговора коснулись прав граждан. С моей стороны, говорю, многие вопросы интересны в области трудовых прав. И вот здесь мы должны бы с вами взять и обсудить эти вопросы, потому что трудовые права, и особенно в различных сегментах экономики, являются крайне важными. Во-вторых, когда речь идет, допустим, об оценке выборов в России или демонстрациях в нашей стране, а такие оценки делает парламентская ассамблея постоянно, правильно было бы исходить из стандарта. Все-таки вот как мы оцениваем эти ситуации? Если во Франции используют водометы, газ и резиновые пули, это укладывают стандарты ПАСЭ и Совета Европы? Или мы это критикуем? Мы, допустим, до этого никогда не доходили. Или Испания. Водометы, кунная полиция, пули и газ. Если это не укладывается, давайте будем осуждать. Но почему-то постоянно осуждают Россию, но не осуждают те страны, которые стреляют в свой народ. Молчание. Второй вопрос. Учитывая, что мы были во Франции, Анатолий Васильевич, он может быть хорошо знаком с избирательным законодательством. Задаю вопрос, кто готовится работать в этом направлении. Как избирает мэра Парижа? Ну, коллеги, какие процедуры предшествуют избранию мэра Парижа? Вот мэра Москвы как мы избираем? Голосованием, прямым, да, приходим, голосуем за него. 12,5 миллионов граждан, из которых более 8 миллионов избирателей, участвуют в выборах мэра Москвы. Как мэра Парижа избираем? Как? Они еще не проходили. Анатолий Васильевич, они должны готовиться к большой работе, ответственной. А это как раз то, что им нужно знать. У нас франкофоры, кто здесь? Ну вот, мне хочется все-таки ваше мнение услышать. Потому что, Анатолий Васильевич, я большую часть своей жизни занимался внутренней политикой. А это внешнее. Не дозрились. Видите? Так вот, коллеги, избирают депутаты, причем второго уровня. Несколько десятков человек решают судьбу, кому быть мэром Парижа. Понятно, что это менее легитимно, чем в России, чем в Москве. Мы будем говорить о правах парижан? А в Соединенных Штатах Америки? Сколько человек участвует в выборах президента Соединенных Штатов Америки? Правильно, пятерку надо поставить ему. А для того, чтобы набрать большинство? Да. Видите? А в нашей стране? Прямые выборы. Где легитимность выше? Париж у нас. Мы будем говорить? Америка не дотягивает до стандартов. Париж тоже. А пытаются нас обсуждать. Знаете, оказалось, что заботит пассе сегодня? Так как эти вопросы, которые мною были озвучены, не получили и ответов, и продолжения. А вот то, что заботит, было озвучено. Секстизм в политике. Да, и в этом вопросе мы предложили свое плечо. Почему? Потому что те, кто задавал этот вопрос, представляют страны, которые приняли законодательство предоставления политических прав женщинам в конце 50-х, 60-х, начале 80-х. Наша страна когда приняла такое решение? В 2018 году. В 2018 году. Опять я не прав. Ну, это на пятерку тянет. Но все равно обратите внимание. Ну, это же не весь зал говорит. Вот. В 2018 году. У нас опыт огромный. Приезжайте, изучайте. А мне дают открытки. Про сексизм политики. Понимаете? И вот в этой непростой ситуации мы с коллегой Андреем Данко обсуждаем содержательную повестку. И поэтому еще вдвойне важнее то, что разговор, который сегодня состоялся здесь в России с участием одного из известных, молодых, энергичных, популярных политиков Европы, председателя парламента Словакии. Потому что вот тот разговор, который мы с вами ведем, многие там просто не поддерживают. Хотя тоже все меняется. Приходят новые политики с новыми убеждениями. Разговаривать становится легче. Но все-таки вот видите, куда крен. Поэтому, коллеги, экономику надо развивать. И базовые должны быть права, универсальные свободы, которые необходимо отстаивать. А когда двойные стандарты, понятно, о чем речь идет. Но это вот как раз по вашей кафедре. Потому что вы во многом будете работать в этой сфере. И в Страсбурге, там у нас большое депредставительство. И в Словакии. Профессоры, преподаватели, многих в Страсбурге. Кто раньше жил, тот и сейчас живет. Да, это правда. Ну, я вообще сейчас понял еще раз. Я и раньше знал об этом, поскольку давно знал, что у него потрясающий профессорский навык. И вообще, мне кажется, даже совершенно неправильно так редко бывать у нас в университете и встречаться со студентами. Потому что вы блестящий профессор и умеете вести диалог. Я встречаюсь с студентами во дворах. А, ну, понятное дело. В парках. А как вы хотите? Давайте еще студенческой аудитории почаще. Студенческую у вас, я посмотрел. У вас оббор, рамки, досмотр. А когда во двор приходишь, могут из балкона крикнуть. Ну, это вопрос безопасности. А это вот уже издержки. Дорогие друзья, я думаю, что мы с вами получили огромное удовольствие от общения с двумя выдающимися деятелями, политиками, руководителями парламента. И причем получился такой по-настоящему диалог. Не просто там речуги, которые прозвучали, хоть и очень важные, интересные. И тем более по такому важному сюжету, как и Словацкая национальная восстание. В целом 75-летие освобождения Центральной и Восточной Европы. Кстати, вот сейчас Российское историческое общество провело гигантскую работу по формированию выставок в наших загранпредставительствах. Не только загранпредставительствах, но на тех площадках, которые удается посольствам договориться найти, переведенные материалы на языки этих стран. И выставки эти пользуются большим интересом. Я думаю, что эту работу надо продолжить. Кстати говоря, такая выставка есть и в Словакии. По словам нашего посла в Словакии, нашего выпускника Федотова пользуется большим спросом. Я думаю, это очень важная и полезная работа. Но вот такие живые встречи, особенно такого уровня, они, конечно, запомнятся надолго и студентам, и профессорам, и преподавателям. Так что я хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы нашли время. Я знаю, как тяжела у вас нагрузка и какая тяжелая загруженность каждодневными заботами. Но это то, что вы к вам пришли, побывали в университете. Для нас это большая радость, удовольствие, и мы вам низко за это кланяемся. Спасибо, дорогие друзья, за участие. Спасибо.